Привет, друзья! Да, животрепещущаяся, это тема по батарейкам, как это, да, мы представили такой продукт, как и предлагаем от нас, как это продукт наших друзей и товарищей и партнеров, нохон, батарейки увеличенной емкости, в частности предлагаем на SE2020, ну и да, как первый раз это показал, знаете, многие стали спрашивать на разные модели, можно ли там на 8+, можно ли там на 11, на вот это все, на вот это все, на 12 Pro, вот в частности, да, буду сейчас менять батарейку, ну и попутно решил порассуждать. Да, как бы, как это все вообще сформулировать, понять и вообще понять, да, как бы, да, понятно, что вроде бы смотришь, да, хочу, 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 но всегда упирается вопрос в цену, и допустим, если брать вот этот продукт на такой телефон, как 12, 12 Pro, а на них идет одинаковая батарейка, то там уже по стоимости получается, ну, примерно в полтора раза дороже, нежели наша родненькая. Ну и вот здесь, конечно, вопрос, как бы, вот такой, хочу задать, что если вам, да, все-таки готовы там заплатить, ну, переплатить, да, получается, в полтора раза больше, но заполучить себе вот этот 130% объем, то есть на треть большую батарейку, ну и, соответственно, пользоваться, то, да, я не знаю, напишите в комментах, дайте знать, соответственно, мы будем это заказывать, а у нас в чем, у нас в чем фишка это приобретать, либо обращаться к нам по замене с такими вещами, что у нас цена получается такая же, как от производителя в Китае, то есть из-за того объема, который мы заказываем изначально там, мы можем, ну, да, выскулить, не знаю, в некоторых моментах, да, это выскулить цену у китайского человека там низкую, соответственно, здесь мы по договоренности с ним предлагаем такую же цену. Ну и некий хаб у нас, да, организуется по уже батарейкам на iPad. Ну и, соответственно, да, с вашего, вот я не знаю, с вашего вообще посыла, с вашего вот этого месседжа, давайте, если надо, мы организуем и по остальным моделям тоже. Просто такое, почему предложил сначала с СЕ2, потому что по родным батарейкам, да, когда ее ставишь, там, не знаю, строгое такое прям ощущение, ну не хватает, не хватает батарейки. Соответственно, и по цене вот эта штука, она вполне демократичная. То есть, чтобы поменять на СЕ20-20, это за недорого можно сделать. И увеличена емкость. На более старшей модели, не знаю, конечно же, там по производству нет особых отличий, и тут некие такие спекуляции, там, китайских людей, человеков, но существенно дороже они выходят, ну, в два раза практически, да, по сравнению вот с этой. Так, ну и вот это вот, да, такое понятие рассуждения, что если вам надо, мы будем держать, пожалуйста, там, не знаю, что, напишите, что да-да-да, это окей, это хорошая вещь, идея востребованная нужная, мы будем держать, у нас приобретать это будет выгоднее всем, на самом деле, абсолютно, и нам хорошо, и вам не ждать по два месяца, там, пока батарейка идет, а из Китая они идут полтора-два месяца, потому что эти все вещи идут землей, ну и вот тут, не знаю, такая вообще коллаборация будет всеобщая. Да, на самом деле это одни плюсы, что называется. Так, меняем, да, батарейку, я еще попутно, да, расскажу некие моменты. Так, да, 12 Pro, востребованная штука, вот тут у меня, да, была такая пометочка, это 78% состояния батарейки, это, пожалуй, я не знаю, самый большой износ, который я видел на телефон вот этой линейки, 12-12 Pro, это, знаете, не на каждом 11-ом есть такой износ, который в пользовании дольше, а вот здесь уже, уже, да, такой вот процент вообще износа. Ну и да, это обычно, как же опять я всегда обозначал, что это чем новее у нас устройство, тем меньше на него служит аккумуляторная батарея. Если раньше, да, пользовавшись телефоном, мы даже не до, ну, не доводили еще, не доходили до той истории, что нам получалось необходимо поменять батарейку, то сейчас уже, да, каждый практически там, отпользовавшись год-полтора, сталкивается с необходимостью поменять батареечку. Ну и, соответственно, вот эта вся тема закрутилась. Так, да, открываем, меняем, рассуждаем. Ну да, в этой всей концепции возникает уместный вопрос, да что там спрашивать, закажи там по одной, по паре штучек, держи в наличии, там все равно покупать будут. На самом деле немножко не так, чтобы предложить конкурентную цену, мне необходимо все-таки китайского человека будоражить объемами. Там начинается разговор с тысячи долларов и выше, соответственно. Ну и чтобы мне, да, заказать вот это вот, там, держать по штучке, мне будет этого, конечно, недостаточно. А заказывать уже большой объем и держать в наличии, да, все-таки как-то вот нужна обратная связь от пользователей, от потребителя, то есть вот поэтому, да, и задаю такой вопрос. Очень буду благодарен, да, готов в комментах по тележе поотвечать. Ну вот на эту тему, я не знаю, животрепещущую, да, предлагаю обсудить. Да, по комментам, кстати говоря, тут, не знаю, многие там, немногие вернее, да, есть такой упрек, что я раньше не топил за эти батарейки, что говорил, что это фу-фу-фу, а теперь, соответственно, обозначаю, что это гуд продукт, и мне, да, кто-то пишет там, что-то там переобулся, там, что-то такое. Ребята, ну не знаю, не меняет своего мнения только дурак. Это вот дураку реально бесполезно что-либо объяснять, показывать, что-то говорить, ему без разницы, он не поменяет свое мнение. Я же изыскал, да, вообще изначально столкнулся с необходимостью, что нужна качественный продукт на iPad, потому что их просто нету. Как вот у меня здесь оригинал есть, то на iPad нет такого вообще, по крайней мере, да, закончилось, и вообще, в принципе, сейчас очень тяжело на iPad что-либо найти. Соответственно, стали по чуть-чуть пользоваться, юзать известный продукт обозначенный, по чуть-чуть пришли к пониманию, что это все-таки ребята топят за качество в контроллерах, в кем-составе, все у них четко выверено, контроль качественный, брака вообще минимальная, ну, брака вообще, честно говоря, нету, еще не сталкивался с ситуацией, что мне с китайчиком же, когда есть вот такая картина понимания, что продукт именно good, тогда уже и предлагаем. Ну и, конечно, вот кто вот это пишет, ну это просто надо быть, я не знаю, ну конченным дураком, чтобы вот такое как-то предъявлять либо в какой-либо вообще форме мне. Не менять свое мнение, только дурак. Так, да, по нашим спиртовым технологиям, технологиям растягая, мы это дело открываем, не спеша, не натужно, растягиваем, чик, как по маслицу. Вообще, по-честному на скидку сказать, я думаю, что все-таки, да, некий у нас такой может возникнуть дефицит по родным батарейкам в какой-то момент, и, конечно, нам нужно будет искать какую-то альтернативу, замену, то есть тут что попало, не предложишь, конечно же, и нужен качественный хороший продукт. Ну и вот, да, вот все-таки, может быть, по чуть-чуть будем переходить, либо как держать как альтернативу в предложении, вот такие вот, на самом деле, замены. Ну, не знаю, хочу запробовать, да, на следующий телефон все-таки закажу эти батарейки, это как, знаете, если у нас там был SE2020, то следующий аппарат, где прям с новья хотелось бы батарейку побольше, это у нас, конечно же, минька, и 12 минь очень актуально сейчас замену, наверное, да, такой сделаю пробный заказ, не знаю, давайте, да, тестим, то есть у нас есть будет батарейка наша родненькая, и, соответственно, вот эта увеличенная емкость, опять же, сделаю такой тест экранный, как бы экранного времени, и вот это все дело посмотрим, насколько там, 130% будет отличаться от новой original. Да, опять же, пишите, поддержите, если вам будет это интересно, замутим, сделаем, посмотрим. Тут у нас пока ну нам, не скрывашка, не валяшка, ну и да, визуально вздутие батарейки вот никакого не не наблюдается, износ довольно большой, в принципе, да, по времени эксплуатации так и должно быть. Почему, да, изначально по этим продуктам относился очень предвзято, потому как, ну да, здесь как-то проанализировав это более подробно, выстроив всю информацию, сталкивался все-таки, может быть, не с этими, но у меня увеличенная емкость, знаете, была вот в одной стороне, это где-то вот там вот, некие продукты увеличенной емкости, вздуваясь внутри, где нет вот этих допусков, которые сама Apple предусматривает на всякие разные истории, в частности, в двенашке здесь прям такой большой допуск есть и снизу и сверху, и как раз таки вот увеличенная емкость сюда очень хорошо будет подходить. Ну а да, сталкивавшись ранее с батарейками больше емкости, когда они вздуваются, то есть там могут быть разные истории происходить. Ну, в лучшем случае, да, подпирает экран, и ты это визуально видишь. В худшем случае, это где, допустим, телефончик, батарейка, где упирается в сам динамик, там может быть прямо происходить смещение динамика, с нарушением датчиков, со всякими разными историями. Вот здесь как раз таки, опять же, разделяю, хочу разделить эти вещи на безопасные аппараты, где можно их ставить безопасно увеличенную емкость, и на те, где я все-таки не стал бы этого делать. Ну и как раз таки по этим причинам, вот двенашка, опять же, да, подходит, это окей. Здесь очень такие, да, существенные есть пазы, куда как раз таки это безопасно в случае сдутие будет расходиться, и можно это будет, ну, на самом деле, спокойно пользоваться, ну, да, ну реально, спать спокойно, когда знаешь, что у тебя там, да, побольше батареечка. И, блин, это, наверное, будет все-таки плюс в пользовании. Так, да, да-да-да, ну, кстати, не знаю, почему здесь Apple прямо не использовала вот это еще дополнительное пространство. Ну, надеюсь, что, может быть, не знаю, все-таки, может быть, для удобства снятия батарейки, ее изъятия, да, обслуживания какого-то. Так, так-так-так, да, делаем, вот чуть-чуть обсуждаем, вот эта вся история. Да, в этих аппаратах стараюсь вообще минимизировать свой личностный, да, инвейзион, как это я обозначаю, что если есть возможность что-то не отключать, этого не делаем. И вот тут я не буду как раз далее что-либо отключать, мне нужна только самоотключенная батареечка, и этого достаточно. Да, дальше спиртовой технологии, у меня батареечка как по маслу снимется, и так. Да, спиртик у нас делает свое дело, проклейка размягчается очень сильно, и батарея у нас безопасно извлекается. Единственное, что да, в такой вот процедуре все-таки нужна некая сноровка, нужно контролировать конечности, чтобы тут ничего никуда не выстрелило, не отлетело, не оторвало. Так, есть ОК, ставим новенькую и закрываем. Да, проклеечка опять же, это знаете, это тот телефон, который вот еще проклейка, ну абсолютно батаричком, даже не успелось еще разложиться, развалиться, размягчиться, а вот батарейка уже да, приходит, ну вообще даже более того, что даже более чем приходит пора. То есть тут давно пора. Так, новенькую инцеперируем. Старенькую владельцу прибираем. Это знаете, как опять же выражена нами такая концепция, ну помятуя, да, о том, что у нас сейчас будет сообщение о замененной батарейке. То есть да, старую прибираем, всегда отдаем владельцу. Для своего личного пользования что-то там скрывать, там спрятывать это сообщение абсолютно, конечно же, это никому не нужно. А там собрались продавать, чтобы меньше объяснять. Новенькую на место, старую, да, на место поставили. И вообще меньше объяснять, все там будет по состоянию, по текущему показывать. То есть нет проблем вообще. Для своего личного пользования, с новой пользуйтесь, там полтора года без проблем абсолютно. Ну и соответственно, да, это опять же применимо к истории, когда, да, будем ставить, если будем, то вот эту увеличенную емкость. Также старенькую прибираем, новенькую втыкаем, пользуемся по красоте, а продавая там, либо передавая аппарат, можно старую приложить, либо поставить на место и, соответственно, меньше вот этих историй объяснять да рассказывать. Так, все, вообще на самом деле здесь делов на 2 копейки. Ну и да, ребят, жду совета, как бы вот как было бы вам интересно на самом деле на свои там другие телефоны вот эту емкость заполучить. Опять же, пометуйте о том, что это примерно в полтора раза дороже обойдется, нежели родная. Это знаете как, не могу поверить, что китайцам это как-то дорого все обходится, но на самом деле вот этот, как есть же, да, что бренд развит и вот это, соответственно, бренд должен качать. То есть тут, скорее всего, из таких вот пониманий все-таки складывается цена. Опять же, да, вот если там какая-нибудь более старая модель, то там одна цена на уже современный и там совсем другая. Это, опять же, не из-за того, что там какое-то там более сложное производство. Все то же самое, это просто вот это вот и есть в данном случае китайская накидка. Но, опять же, за качество ребята топят и я считаю, что имеют право. Так, окей, здесь у нас готово. Телефончик отправляется новому владельцу, а мы, наверное, продолжим, если что-то будет интересное. Так, по этой теме увидимся в комментах. И да, вот эти вот все ребята, которые там что-то там хотят, припрашивают, либо что-то, окститесь. Так, ну и да, ребята, хотел завершить видео. Немножко, да, тут просто недосуг, как бы вот так сказать. Да, раз уж 12 тема пошла у нас, да, хочу показать вот такую штуку, я сам не знаю, вот вообще, успешность вот этой сейчас процедуры, которую хочу сделать, но полностью зацарапанный кран, по-страшному. Да, это знаете, как если предположить, что произошло, это вот, наверное, телефон лежал вниз лицом, робот-пылесос, значит, поехал, 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 зацепил его и по всей квартире протащил, по 120 метровой. Да, попробуем поклеить защитное стекло со спешл-ликвидом, скрыть царапины, насколько это возможно. Так, и так, спешл-ликвид, просто хорошее стекло, медицина, баночки. Ну да, происходящий процесс с физической точки зрения мне как-то вообще тяжело, на самом деле, понять и классифицировать, но понимание такое, что прозрачная силиконовая жидкость, да, как-то заполняет вот эту вот царапку, как-то стекло к этому делу прилегает и как-то это все становится не видно. Но проблема в том, что просто очень сильно зацарапано, все жидкостью нельзя залить, иначе стекло будет как бы левитировать, прямо не прилегать, поэтому только в самые такие глубокие отчаянные царапки буду кисточкой наносить, чик-чик-чик, и потом стекло-что сверху. Посмотрим, что получится. Как это обычно, знаешь, говорить там, что видали и пострашнее, но не в этот раз. Так, вот так вот. Ну, конечно же, да, по-честному, не до идеала, но как было и как стало, это две большие разницы. Да. Да, Special Liquid and стекло есть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!